Здравствуйте! В эфире канал Россия 24, итоговая программа событий недели. На этой неделе глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в стратегической сессии цифровая прокачка региона Карачаева Черкесская Республика. Руководители учреждений системы здравоохранения, представители организаций, занимающихся цифровизацией региона на одной площадке обсуждали практическое внедрение современных цифровых технологий в жизнь каждого человека, обращающегося за медицинской помощью. Современная ситуация диктует нам требования, в которых необходимы безотлагательные трансформационные изменения в сфере здравоохранения, которые охватывают практически каждого жителя нашей страны и республики в частности. Новый национальный проект экономика данных и цифровая трансформация государства и национальный проект здравоохранения при качественном своевременном объединении своего ресурсного потенциала дадут новый рывок такой важной и приоритетной теме, как здоровье и сбережение. Телемедицина и внедрение искусственного интеллекта в процесс оказания медицинских услуг несомненно будут способствовать сокращению дистанции между пациентом и лечебным учреждением и сделают процесс диагностики более качественным и оперативным. К примеру, очень важно своевременно проходить профилактические медицинские осмотры и дистанциализацию, которая является одним из ключевых направлений нацпроектов здравоохранения, разработанного по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Использование цифровых технологий сделает процесс получения медицинской услуги комфортным и поможет привлечь внимание жителей к регулярным медосмотрам. Наш президент всегда говорит о важности развития медицины на селе и привлечения узких специалистов как раз одно из приоритетных направлений, благодаря которым медицинская помощь становится доступнее для жителей отдаленных населенных пунктов республики. Карачаева Черкесию на этой неделе посетил председатель управления мусульман Кавказа Шейх Олислам Гаджи Аллах Шухур Пашазаде. Глава Карачаева Черкесии встречала его в аэропорту Минеральные воды и делегацию из Азербайджана. Они приехали, чтобы лично выразить соболезнования родным и близким муфтия Исмаила Хаджибердиева. Благодаря такому тесному взаимодействию взвешенной созидательной позиции религиозных лидеров только крепнут отношения, согласия и взаимной поддержки между народами нашей Родины, России и Азербайджана. Считаю, что укрепление духовных связей между мусульманами наших республик и представителями других конфессий, особенно в условиях современных вызовов, является важной совместной задачей и органов государственной власти и религиозных лидеров, отметил глава республики. В общественной палате Карачаева Черкесии прошло обсуждение доклада проблем демократии и конкуренции на выборах 2024 года. Собравшиеся поднимали вопросы касаемо введения агитационной работы политическими партиями. Подробности у Альхана Лепшокова. В обсуждении доклада фонда исследования проблем демократии, посвященного конкуренции, на выборах приняли участие эксперты представителей общественного штата общественной палаты Карачаева Черкесии. Открывая собрание, председатель общественной палаты республики Елена Ляшова подчеркнула важность и конкуренция между политическими партиями, которые являются показателем их демократичности. Любая избирательная кампания, мы говорим, она проходит демократично, если есть конкуренция. Поэтому сегодня мы будем говорить о том, что конкретно происходит в нашей республике, как исполняются основы демократии, как у нас происходят электоральные процессы в нашей республике. И так как сегодня собрались очень грамотные люди, это социологи, политологи, журналисты, работники общественной сферы, но хорошо знакомы с этой тематикой. Эксперты общественного штата общественной палаты Карачева-Черкесии отметили проводимую работу политическим партиям по агитации в СМИ, также в плане патриотической направленности, что непосредственно отображалось в докладе фонда исследования проблем демократии. Поэтому у нас тоже такой хороший, приличный уровень конкуренции. Потому что по материалам фонда исследования проблем демократии, общий уровень конкуренции в целом по России это 6,5 единиц. То есть где-то идет 7 партий, где-то идет 4 партий, где-то идет 5 партий. Поэтому у нас очень такой вот неплохой показатель. Второй тренд, который выделяется, это то, что я уже об этом говорила, хотелось бы повторить, потому что он переходит из докладов в доклад, поскольку фиксируют в качестве результатов его. Это то, что у нас все партии, которые идут сейчас на выборы 2024, они работают в рамках патриотического консенсуса. Хочу отметить, что высокая конкурентность, действительно 318 человек на один мандат, это, конечно, очень высокий показатель. Также хочу сказать о том, что идет большая подготовительная работа, чему мы являемся наблюдателями. Готовят специалистов не только для работы на избирательных пунктах, но и общественных наблюдателей. И такой большой пул общественных наблюдателей, который сейчас готов включиться в процесс голосования, наверное, увеличит прозрачность. Активность деятельности политических партий – это показатель конкурентоспособности в выборах, отмечают участники круглого стола. Так, в обсуждении доклада было подчеркнуто, что необходима открытость при подготовке и проведении выборов. Все это позволит провести голосование более качественно. Усиление политической конкуренции, оно, своим следствием, имеет усиление борьбы именно на выборах в ходе электорального процесса. Соответственно, роль общественной палаты, общественного наблюдения, она значительно возрастает. Та задача, которую перед нами ставится, то есть задача обеспечения прозрачности выборов, конкурентности, она становится еще более актуальной. По завершению работы круглого стола участники еще подчеркнули главную функцию общественных наблюдателей. Это в первую очередь обеспечить соблюдение прав всех кандидатов политических партий. Алихан Лепшоков, Ренат Муков, Вести, Карачаева, Черкесия. Ценное должно быть подзащитой. В прикубанском районе сотрудники ГАИ провели рейд ребенок-пассажир по пресечению нарушений применения детских удерживающих устройств. В селе водители села Чапаевска используют автокресла для перевозки детей. О результатах проверки Дарья Тендит. Несколько экипажей ДПС с раннего утра расположились около дошкольного учреждения в селе Чапаевском. Автоинспекторы выборочно останавливали проезжающие автомобили и проводили разъяснительную работу среди родителей водителей о необходимости соблюдения элементарных правил безопасности при перевозке детей. Акция называется «Ребенок-пассажир». Цель данной акции – как можно больше родителям доводить информацию о том, что необходимо использовать детское удерживающее устройство в целях сокращения детского дорожно-транспортного травматизма. Поэтому мы воспризываем, как родители, соблюдать правила дорожного движения и постоянно пристегивать своих детей. За пару часов на дороге нарушений по перевозке детей обнаружено не было. Они были пристегнуты ремнями безопасности в детских креслах и бустерах. Яркий пример соблюдения правил – опытный водитель Асхат Исаевич. Он ответственно относится к жизни и здоровью своих внучек. И мало ли что бывает в дороге. Всякое может быть. Поэтому дети, когда пристегнуты, они застрахованы чем-то. Вот видите, всякое может быть в дороге. А если кресла нету, дети не застрахованы, не привязаны, а могут вылететь с машины. Неподготовленному человеку сложно распознать, в каком автомобиле едет ребенок. Ведь чаще всего они сидят на задних креслах и их не видно. Однако наметанный глаз инспекторов Прикубанского района практически безошибочно вычисляет детей на борту автомобиля. Очередной остановленный автомобиль в этот раз не обошлось без нарушений. Мужчина перевозил ребенка без специального кресла и был наказан. От комментариев он отказался. Проехал без детского кресла. В связи с этим мы выписали ему по его административному правонарушению данное постановление. А именно по статье 1223 часть 3. То есть водитель перевозил ребенка возрастом 4 года на заднем сидении автомобиля без каких-либо удерживающих систем автокресел. Он был привлечен к административной ответственности по статье 1223 часть 3. И ему было выписано постановление на 3000 рублей. К сожалению, пока не все водители соблюдают требования правил перевозки детей. При Кубанском районе за текущий период 2024 года было зафиксировано 4 ДТП с участием несовершеннолетних. Дабы избежать трагичных последствий и минимизировать нарушения, сотрудники ГАИ регулярно проводят профилактические мероприятия, направленные на снижение детского дорожно-транспортного травматизма. Благодаря проводимым акциям на территории Прикубанского района, а также по Карачаево-Черкесской республике в целом, данные акции показывают о том, что люди меньше стали нарушать правила дорожные движения касаемо правил перевозки детей. Родителям объясняются, еще раз напоминаются требования кодекса в административном правонарушении касаемо статьи 1223 часть 3. За время проведения рейдового мероприятия выявили и привлекли к административной ответственности нескольких водителей, которые забывают о безопасности юных участников дорожного движения. Дарит Индит, Ринат Муков, Вести Карачаева-Черкесия, Прикубанский район. Один миллион человек примет всесезонный курорт Архыз к концу этого года. Эта информация прозвучала на пресс-конференции от представителей руководства курорта и Минтуризма Карачаева-Черкесии. Основными темами на повестке встречи стали культурно-просветительские проекты в Архызе и строительство нового аэропорта. О том, насколько будет увеличен турпоток в нашу республику к 2030 году узнавала Альбина Ламкова. Полтора миллиона туристов насладились уникальной природой Карачаева-Черкесии за полгода. Из них 750 тысяч посетили Архыз, поделился с прессой информацией генеральный директор курорта Архыз Роман Керанчук. Конечно, основной поток на сегодняшний день формируется благодаря зиме. Но и летом туристы с удовольствием приезжают. Сейчас ежедневная сводка по посещаемости – это порядка 2000 человек в день. Есть гости, требующие активного отдыха, есть гости, требующие семейного отдыха, есть гости, требующие научно-популярного культурного отдыха. Мы стараемся ответить на все запросы разной клиентской базы, на наши потребности гостей. Летний турпоток на Архыз вырос за счет новых точек притяжения событий. На курорте произошли важные инфраструктурные изменения. Для этого с самого начала стройки была проведена масштабная работа и поставлены амбициозные цели на сегодняшний день их воплотили с успеха. Я уже отмечал ранее успешная практика, можно сказать, когда государство заходит и с нуля в поле создает курорт с помощью региональных властей. Здесь могу отметить, конечно, и нужно отметить, что это личное участие и большое внимание главы региона в развитии и становлении этого курорта, соответственно, федеральных органов власти. И вот государство создало этот курорт, показало его экономическую целесообразность, его эффективность и потенциал, огромный потенциал для развития. Уже в этом году для летнего семейного отдыха в Архызе создано 15 новых локаций, учитывая то, что прошлым летом были только прокат квадроциклов, прогулки на лошадях и 27 километров экотроп для трекинга. Еще на курорте впервые организовали и большое количество трафикообразующих событийных мероприятий на высоте 2500 метров. Проводили свадебные церемонии, которые уже стали модными у туристов. Пользуются популярностью фестиваль музыки и науки выше звука. Сейчас на наш фестиваль люди из других регионов, из Москвы, Москва-Казань, Новосибирск, Красноярск, приехали к нам специально, зная про наш фестиваль. На открытом воздухе с видом на горы – это совершенно уникальный опыт, который мы потом переносим в концертные залы. Уже до конца лета заработает канатная дорога «Орбита» с кабинками со стеклянным полом. В планах запуск еще шести канатных дорог и 30 километров трасс по южному склону в сторону Дуки, включая два новых поселка с отелями. По планам «Антера Групп» строительство курорта «Архэс» будет полностью завершено в 2030 году. В итоге будет создан единый архитектурный стиль для комфортного отдыха туристов. Их количество вырастет до 2 миллионов. Ключевым показателем этой цифры станет инфраструктурный проект строительства аэропорта «Архэс». Альбина Ламкова, Ринат Мука, Вести Корчаева, Черкесия, Зеленчукский район. Сегодня гость нашей программы – директор Государственного русского театра драмы и комедии Хасан Биджиев. С ним беседует Белла Джизаева. Хасан Ягубович, добрый день. Я безмерно рада видеть вас у нас в гостях, потому что мы давно не виделись. И у вас за это время много значимых событий произошло. Но вообще-то я считаю, что ваша вся жизнь – это значимое событие. Но я хочу остановиться на двух событиях. Это то, что вы стали почетным гражданином города Черкеска. А этой чести, конечно, удостаиваются только самые уважаемые граждане города. И второе – это премьера на Дон-Жуана. Пожалуйста, по порядку расскажите. Вы знаете, из всех чувств вообще людских, которые наделены мы от Бога, ну, есть любовь и прочее, какие-то очень перво как бы значимые, да? А мне кажется, что всё-таки чувство благодарности. Очень важно, когда человек умеет быть благодарным, независимо от того, от степени значимости или масштабов того, что по отношению к нему сделали. Я не знаю, чем я заслужил, но мне очень приятно было, когда мне сказали и единогласно проголосовали. Спасибо мэру. Дон-Жуан, ну, вы знаете, во-первых, классик, она всегда остаётся классикой, да? Вот её можно ставить. Другое дело, сможешь ли ты это вытащить, что-то нового, хочешь сказать, всё поставлено, переставлено. Потому что перед этим, если вы заметили, у нас Островский, Чехов, значит, Шекспир. Это второй раз мы обращаемся к Мольеру. Первый раз мы поставили трактирщицу. Из более чем полутора тысяч театров России, из регионов, заявленных на фестиваль в Москве, по линии союз театральных деятелей, из полутора тысяч было отобрано семь театров. Семь. Мы в их числе. А в этот раз, скажу честно, это конец сезона, я думал, покажу на небольшое количество людей, а в сентябре, когда у нас сейчас новый сезон, набьёт подряд, два дня подряд будем играть премьер, как обычно это мы делаем. Я опять-таки благодарен вот какое-то количество, человек 150-200 человек в нашем городе. Я не знаю, по переписи, сколько сейчас вообще в городе живёт нас, жители городских, но 200 человек, 150, это уже театралы. Они ходят к нам, они проходят через кассу, их никто не заставляет, их никто не агитирует, они приходят, ну, в основном, женщины, конечно. И вот я благодарен. Оказалось, ну, что такое 200 человек, это же, знаете, две трети зала филармонии. И оставят там некоторое количество мест, которые для приглашённых, ну и так далее. Так что это отравно, это хорошо, когда ходят. Касан Яковлевич, почему у вас всегда приглашённые режиссёры? У нас что, своих нет? Или вы сами не можете ставить? Вот, почему каждый раз у нас новый режиссёр? Ну, во-первых, этого требуют условия гранта, это федеральные деньги, на которые нам дают возможность приобретения какое-то там, допустим, чисто техническое приобретение, да, там, свет, звук и так далее. А другая часть должна идти на постановку. Допустим, я как режиссёр не имею права ставить на эти деньги спектакль. Я вынужден приглашать. И слава богу, у меня есть, есть кого приглашать. Вот эти все названные четыре, это пятый спектакль на крантовские федеральные деньги, я всегда приглашаю. Первые четыре были из Москвы. А сейчас вот я решил, вспомнил своего, он постарше, мы, когда в Тбилиси поехали, актёрский факультет, карачевская и теркесская студия, мы поступили на первый курс, абхазская студия на четвёртый курс, последний. И вот через коридор, дверь в дверь, мы жили год с абхазами. Они через год уехали, ну, мы дальше. И там был такой Валерий Кове, ну, его Зурик называли, почему-то там друзья так танцевали. И он стал потом очень именитым режиссёром, который ставил там во Франции, очень часто приглашали. И так получилось, что когда я поехал поступать в ГИТИС на режиссёрске, мы столкнулись. Он закончил, а я поступаю. Я хотел выйти на него, что-таки как-то, да, он очень дорогой, скажем, режиссёр, но мне хотелось всё-таки с ним столкнуться, в хорошем понимании этого, и как-то вытащить его. А получилось, что он немножко приболел, и немножко, в общем, он не очень в хорошей форме, оказался физической. Всё-таки время берёт своё. А мне говорят, а у него есть младший брат, Атгор, тоже хороший режиссёр, ставит по всей России. Я выхожу на него, и вот я сказал ему, вот так же, как и вам, вот эти события, он говорил, да, 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 да. В общем, начали выбирать, что будем ставить, хотелось бы классику. Ну, давайте откровенно говорить, вся, понимаете, проблема сегодняшнего нашего театра – это кадры, кадры вопросов. Особенно мужская половина, труппы, стыдно признаваться, но пять актёров всего мужчин – это… и мы умудряемся ставить, как и Шекспиров, и Мольеров, и Островского, и Чехова. Что делать? Что делать? Очень просто. Надо просто обучать людей, посылать. В тот же ГИТИС, тот же ЛГИТНИК, так называемый, Мининградский институт театра музыки и кинематографии, да, это Санкт-Петербургский. Есть Ярославский театральный институт. Я понимаю, есть опасения, очень часто бывает, что они выезжают, поступают, и многие остаются там же или там куда-то распределены. Да можно при желании, можно с ними такой договор составить, контракт, вот как раньше было, отработать должен три-пять лет, не знаю сколько, потому что их обучали. Это можно? Мне просто за державу обидно. Смотрите, в Нальчике есть северокавказские театральные, не театральные, он культур, есть культур и искусств, называется. Там преподают актеры Кабардинского и Балкарского театра, ведущие, хорошие там, или режиссеры, преподают актерское мастерство. Там отучились наши уже, и Абазинская пару раз, две студии, Черкесская, Храчайская, там нет русской студии. Вот национальные как бы кадры там обучаются. Ну что получается? Но кабардинские и балкарские студенты не там учатся, а учатся в ГИТИСе или в Щуке, имени Щукина. Они посылают учиться туда, а мы посылаем к ним. А почему? А зачем? Если они могут, почему мы не можем? Просто стоять на берегу и говорить, нет, сегодня вода мутная, она или холодная, ходить по траве, никогда не научишься. Зайди один раз, и ты поплавешь. Мы как бы, все знают, что это плохо, а никто как бы не решается предпринять нужные какие-то меры. Если рядом есть, и Северный Кавказ, Эльгей обучает Санкт-Петербург, к чему я вообще не говорю. Видно, что это ваша боль. Ну, конечно. Ну, как, без, вот если перевести на спортивный язык, без подготовленных футболистов можно выиграть Европу, там, что-то еще, не знаю. Понимаете, нельзя все время. Вот и вот приглашают легионеров со всех стран, особенно африканских, Кения, не Кения и так далее. Вот, в этом вся проблема. Если не решится кадровый вопрос и режиссеров, и художников, и постановщиков, и заведующих постановочной частью, и, конечно же, актеров, вот так и будем маяться, ходить. То оттуда, то отсюда, там, с училища кого-то какого-то подтянуть, то так и будем ходить. Нельзя быть, эта профессия, как и медики, и все прочее, она профессионально талантливый человек должен быть, должен иметь школу. Нельзя любого вытащить, и наше, что он завтра покажет. Вы режиссер с колоссальным опытом. Я хочу узнать ваше мнение о современной режиссере. Что касается, вот, сейчас, современных постановок, часто бывает все очень такое интересное. Даже на сцене звучит ненормативная лексика. Как вы к этому относитесь? Вот сейчас один из, то, что называется, на слуху фамилия есть Сергей Женовач. Это в театральном мире, в московском, вообще российском, он сейчас доминирует. Это мой однокурсник. Сейчас я был на съезде своих театральных деятелей, когда Калягина, значит, вместо Калягина пришел Машков. Вот он. Я его считаю, не потому, что мы вместе там учились, друзья и так далее, его хорошо знают. Он современный, знаете как? Почему? Он не уходит от традиционности, вообще изначальной. Это я не знаю, что он кандова, бытовые какие-то. Он любит очень Островского ставить. Это для меня, например, это большая проблема. Островский для меня, кажется, такая длинно. Какие-то скучные персонажи. Я посмотрел сейчас у него. Это очень легкие комедии. И причем он не переодевает их в современные какие-то. Нет, как есть. Это я понимаю. Но у них другой диалог. У них другие подтексты у актера. Они очень... Вот подтексты очень важны для актера. Текст, он один тот же. Играют разные люди. Кто-то кандова говорит, сидишь и не скучно тебе. А как-то так скажешь. Помните, знаменитая... На дне играл, значит, Естегнеев. Там у него знаменитая, значит, фраза «Человек – это звучит гордо». Это гордо. А он спросил, он не утверждал, «Человек – это звучит гордо, и все. Совсем другой смысл. Совсем другие эмоциональные какие-то ассоциативные, вообще искусство ассоциативное. Но мы начинаем по-другому смотреть. А что касается вот этих... Вы знаете, еще раз, я не консерватор там... Да. Это самое... Вот наше время и там... Но менять специально... Вот, казалось, тоже нашумевший... Есть режиссер один московский, который выпускает просто голых актеров, актрис. Во фраках, и они играют кого-то не знаю в чего. Просто обыкновенный голый на юбку. Во имя чего? Что это? Что это дает? Это вот Макрон, который открывал... Олимпиаду. Ну, и что самоцеление? Лишь бы люди ходили. Не в этом назначение искусства, ведь. Там, хотите того или нет. Вот я всегда придерживаюсь одного. Театры. Можно сделать все. Можно делать все, кроме... Ну, это чтобы не было. Кроме скуки и пошлости. Вот две вещи, которые не должны быть на сцене. Остальное твоя фантазия, игра актеров, воображение, я знаю, свет, звук, костюмы. Человек приходит на праздник. Вы неоднократно сказали о том, что у вас есть ваши люди, постоянные поклонники вашего театра. Но вот даже их, ну, не говоря уже о тех, надеюсь, людях, которые будут приходить к вам в театр, чем порадуете? Вот мы никогда не ставили местных авторов. Вот местные драматурги. Не потому что мы игнорируем. Но, к сожалению, это тоже так... Это профессия драматургия. Пиши еще много, романы, стихи, повести и так далее. Но Лев Толстой не мог писать пьесы. Но есть там, и свет в отнеслить там такой. Он не знал, как закончить пьесы. Это не его. То есть это не его, это отдельная профессия. Закончили, я знаю, профессиональные сценарные курсы при Московском литературном институте Миногурства.